Итак, оперативная обстановка. Противник продолжает сосредотачивать усилия на полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Продолжаются обстрелы позиций наших войск вдоль всей линии фронта. В отдельных районах оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции, ведут воздушную разведку. Враг наносит удары по гражданской и военной инфраструктуре, а также по жилью мирного населения, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи войны. Остается угроза ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины. Так, за минувшие сутки противник нанес 9 ракетных ударов по различным городам Украины, 22 авиационных удара, это в основном по линии фронта, по нашим войскам. Совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. И за прошедшие сутки враг задействовал ударные беспилотные БПЛА в районе населенных пункта Беленькое, Одесской области. Вот Одесса у нас уже третьи сутки страдает от иранских беспилотников. Но я скажу так, что первый горький опыт был, мы фактически, они застали нас врасплох, мы пропустили, там из трех был сбит один. Теперь, вот сегодня уже третий удар по Одессе, из трех сбито три. Так что, в принципе, мы учимся бороться, в том числе и с этими иранскими беспилотниками. По их характеристикам разобрались, где слабые места. Самое слабое место это высота и скорость их полета. И шумность. Мы их слышим за практически, можно услышать их практически за 20 километров. Но от огневого воздействия пострадало более 50 населенных пунктов по всей Украине. Среди них Славянск, Краматорск, Солидар, Авдеевка, Новополь, Запорожье, Марганец, Кривой Рог. В Кривом Рогу, кстати, был нанесен ракетный удар по аэродрому. Не оставляют, видите, не оставляют они Кривой Рог в покое. И то дамба в районе Кривого Рога, а теперь аэродром. Аэродром выведен из строя, инфраструктура аэродрома уничтожена. Он на сегодняшний день не функционалоспособен. Также пострадал город Никополь, Потемкино, Николаев, Очаков и населенный пункт Беленькое. На Волынском и Полесском направлениях без изменений. В других направлениях противник продолжает обстрелы из танков, минометов и артиллерии. Именно на Слобожанском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском направлениях. Есть участки фронта, где наши силы обороны не ведут контактных боев с российскими оккупационными войсками. Ситуация такова, что идут только артиллерийские дуэли, обмены артиллерийскими и авиационными ударами, но без активных контактных боев на местности. Что не скажешь о, допустим, Южнобукском направлении и Донецком направлении. Донецкое мы объединяем, Краматорское, Бахмутское и Авдеевское направления. Ну а также идут активные контактные бои на Слобожанском направлении, особенно в районе Лимана и ближе к водохранилищу, которая находится на реке Оскол. На Южнобукском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения. То есть на ближайшую глубину, на дальность достигаемости огневых средств противника российские войска стараются наносить огневое поражение, в том числе и по мирным городам, не только по нашим позициям. На Запорожской атомной станции опять о ней вспомнили, вроде бы как все уже утихло и МАГАТЭ там мониторит ситуацию. Россия прекратила какое-то время, не проводила обстрелы станции несколько дней. И станция на сегодняшний день, я напомню, что частичная работа реактора восстановлена. Она обеспечивает сама себя электроэнергией, плюс для функционирования основных систем, плюс она подключена к энергосистеме Украины. И продолжает давать электроэнергию в нашу общую сеть. Так что вот такая вот, и тут мы опять, всплывает обстановка на атомной станции. Она остается напряженной. Сотрудники станции не желают сотрудничать с врагом и пытаются уехать с временно занятых оккупантами территории. Вот это плохо, конечно, я понимаю людей, но станция, персонал станции в результате этого страдает, нету смены для тех людей, которые там работают. И, соответственно, уменьшается количество персонала, работающего на сегодня на станции. Но, тем не менее, в общем ситуация на реакторах, я так понимаю, более-менее стабильная и контролируемая. Оккупированная часть Херсонской области полностью закрыта на въезд и выезд. То есть, российские войска никого не впускают и не выпускают в те районы Херсонской области, которые они контролируют. То есть, никаких гуманитарных коридоров, пересечь линию фронта для того, чтобы выехать на подконтрольные Украине территории, на сегодняшний день для местного населения не представляется возможным. Все перекрыто. Подтверждено успешное поражение личного состава и техники противника в предыдущие дни. Так, в Херсоне были уничтожены и выведены из строя 7 грузовиков «Урал». В Мелитополе уничтожено 10 единиц вооружения, это уже документально подтверждено, и военной техники, а также более 20 оккупантов. В районах населенных пунктов Токмак и Черниговка Запорожской области уничтожен вражеский комплекс С-300. 5 единиц военной техники и ранено более 50 военнослужащих. В течение суток подразделения сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Солидар, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Бахмут, Каменка, Первомайская. Это продолжаются бои на Донецком направлении. В принципе, все. Но если мы, в принципе, стабилизировали линию фронта на сегодняшний день, да, возможно, нам придется, то, что я вчера вам говорил, отойти с левого берега реки, протекающей в городе Бахмут. Вот, но там Винзавод, по-моему, район Винзавода, вот он, скорее всего, перейдет под контроль российских войск. Может, уже перешел. Но, в основном, мы продолжаем удерживать рубежи на всех остальных позициях. Что касается Лимана, то там ситуация идет с переменным успехом. На Ямполь-Лиман-Дробышево, вот на этой линии, там мы противостоим с российскими войсками и успех переменный. Судя даже по тому, это, к сожалению, неподтвержденная информация генеральным штабам, но вот если брать информацию к карте Дип-Стейт, то на сегодняшний день продвижение пока застопорилось наших войск по окружению Лимана. В Лимане очень сильная группировка войск. Российские войска, российское командование понимает, что Лиман является ключевым опорным пунктом системы обороны и открывает нам оперативный простор с наступлением на, возможностью наступления на Сватово и Кременную. Поэтому там идут такие ожесточенные бои. Чего не скажешь в отношении Оскольского водохранилища. Там у нас есть успех, опять же информация пока не подтверждена генеральным штабом. Подтвержден один населенный пункт в этом районе, это Пески-Радковские. Этот населенный пункт подтвержден, что генеральным штабом, что он взят под контроль. Там продолжается зачистка, но еще в районе этого населенного пункта по лесам бегают отдельные разбежавшиеся бойцы российской оккупационной армии. И наши силы, национальные гвардии и спецназ полиции проводят рейды, прочесывают и отлавливают вот этих отдельные разрозненные группы. Они практически не оказывают сопротивления, но их надо от всех отловить. Заодно мы пополняем обменный фонд для обмена наших военнопленных и освобождения их из российского плена. В течение суток подразделения силы обороны отразили атаки противника в районах населенных, я уже вам об этом сказал. Авиация силы обороны нанесла 28 ударов по войскам противника вдоль всей линии фронта. Подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника. То есть мы на подступах к переднему краю стараемся наносить максимальный урон противнику. И это уже сказывается. Сказывается на поведении российских войск. Мы получаем из России информацию, именно из России о том, что мобилизованных завтра первая отправка, ну по той информации, которая есть в социальных сетях и открытых источниках, завтра первая отправка мобилизованных на Херсонское направление и на Харьковское направление. То есть им уже официально объявили, что все, форму получили, автоматы получили, теперь по вагонам и вперед в Украину. Никакой подготовки, никакого обучения, ничего. Их просто гонят сюда, потому что катастрофа с личным составом российских войск. Войска не укомплектованы и при сильном огневом воздействии с нашей стороны они оставляют позиции и предпочитают отступить. Несмотря на все угрозы российского командования. Также наша авиация силы обороны уничтожила 7 позиций зенитно-ракетных комплексов. Потери, вражеские потери на сегодняшний день уточняются. Это то, что из подтвержденных. Ну, кстати, говоря о том, что уже с финской границы комплексы С-300 поснимали. Посмотрим, откуда дальше будет Российская Федерация снимать комплексы для того, чтобы... Я так понимаю, что мы, уничтожая в день по 5-7 комплексов зенитно-ракетных, точнее, зенитно-ракетных комплексов, причем не только С-300, но и армейского звена, мы открываем наше небо для нашей авиации. Чем больше мы их уничтожаем, а у России на сегодняшний день нет возможности восполнить эти потери и создать ту плотность ПВО, которая бы не позволяла нашей авиации работать по переднему краю и ближайшим тылам противника на оккупированных территориях Украины. Ракетные войска и артиллерия не отстают от авиации и тоже за прошедшие сутки по всей линии фронта уничтожено 5 пунктов управления различного уровня, 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника. Кстати, в районе Новомихайловки была уничтожена целая колонна войск противника, которая выдвигалась для усиления переднего края. То есть резерв на подходе к переднему краю был уничтожен нашей артиллерией, южнее населенного пункта Михайловка. Тоже информация, к сожалению, не подтвержденная Генеральным штабом, но тем не менее она присутствует в различных телеграм-каналах. Также наша артиллерия поразила две позиции зенитно-ракетных комплексов, три склада с боеприпасами сгорели в эти сутки и более десяти отдельных важных целей. Это могли быть узлы связи, это могли быть станции радиоэлектронных, постановки радиоэлектронных помех, что очень важно, они очень мешают, особенно нашим беспилотникам, мешают спокойно пролетать к целям противника, которые они должны уничтожить. Это приоритетные цели, поэтому мы с ними боремся. Ну что ж, по военной обстановке это в основном все за прошедшие сутки. В общем можно охарактеризовать обстановку как стабильную, стратегическая инициатива за вооруженными силами Украины. Мы навязываем характер военных действий. Да, тяжело, да, медленно, но тем не менее. На отдельных направлениях имеем успех, фактически за прошедшие сутки мы стабилизировали, на самых тяжелых направлениях стабилизировали фронт и удерживаем те позиции, которые занимали позавчера.